К нам присоединяется Александр Морозов, российский политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Итак, громкая новость этой недели. Басманный суд Москвы санкционировал арест замминистра обороны Российской Федерации Тимура Иванова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особенно крупном размере. И знаете, что показательно, Иванов воровал много лет, миллионами и миллиардами. Много расследований об этом выходило, в том числе команды Навального, о том, как он ворует на тендерах, о том, как кутит его супруга в Париже. И много-много лет никто ничего не замечал. И вот такой громкий арест. Издание «Важные истории» написало, что Иванова подозревают в госизмене. Что это было, по вашему мнению? Мне кажется, что здесь мы имеем дело со следующим. Это некоторый отзвук Пригожинского мятежа, то есть некоторые его последствия. Потому что Российская партия войны большая, вся эта Z-среда, которая требовала и тогда, и сейчас гораздо большей военной активности от Министерства обороны, обвиняла Министерство обороны в том, что оно действительно разворовывает и военный бюджет в том числе, вместо того, чтобы добиваться каких-то военных успехов. И вот сейчас, собственно говоря, по всей видимости, Тимур Иванов является частью какого-то удара по Сергею Шойгу внутри российской власти. И надо сказать, что это не очень хорошая новость с какой-то точки зрения. Потому что мне кажется, что Шойгу в такой ситуации после инаугурации Путина будет отправлен в отставку. И Путин будет предъявлять какое-то новое и гораздо более, даже чем Шойгу, более активное руководство Министерства обороны. Все-таки то обстоятельство, что огромные средства разворовывались на освоение оккупированных территорий, это ведь на самом деле не такая плохая новость, потому что вся среда прекрасно это видела. Вы совершенно правы. То есть очень большая среда людей, в том числе работающих в стройсекторе и в военных структурах, они прекрасно видели, что под руководством Тимура Новикова и в целом Министерства обороны просто разворовываются огромные средства. И построена система, которая это разворовывание обеспечивает снизу доверху. От маленьких компаний, которые привлечены в качестве субподрядчиков, до руководителей разных уровней. Так что я думаю, что вслед за арестом Тимура Иванова последует отставка Шойгу. Да, тем более они очень близки, они вместе еще работали в правительстве Подмосковья. И именно Шойгу привел Иванова в оборонное ведомство еще в 2013 году. Такой еще вопрос. А вот федеральные каналы не включили в выпуски новость об аресте замминистра обороны Иванова, об открытии уголовного дела в отношении чиновника. В итоговых выпусках новостей первого канала Россия-1 и НТВ не сказали ни слова. Но при этом они показывали, как Шойгу там осматривает какой-то военный космодром. Как вы полагаете, почему так, да? И что для зрителя получается? Ну раз на федеральных каналах ничего не сказали, ну значит и в министерстве все нормально. Ну дальше думаю скажут. Я думаю, что просто руководство федеральных каналов России находится уже достаточно давно. В таком положении, когда оно до конца точно не понимает при такого масштаба событиях, чем они закончатся. То есть кто здесь победит в результате. Потому что мы видели сообщение, что ФСБ, который организовывал этот арест, оно вполне целенаправленно сделало это в момент, когда Шойгу улетел в Архангельск. Затем мы видели сообщение о том, что Шойгу пытался связаться с Путиным, но это не удалось. То есть Путин не стал разговаривать об этом. И вот с этого момента дальше, конечно, уже, когда станет ясно в ближайший день-два, а мне кажется уже стало ясно сейчас, буквально вчера окончательно стало ясно, что нет, Шойгу не может отбить своего заместителя, что решение принято на самом верху. Ну и теперь, конечно, они будут как-то об этом рассказывать. Но в любом случае они будут рассказывать, эти российские официальные кремлевские каналы для населения, будут рассказывать очень сдержанно. В отличие от этого в кремлевских телеграм-каналах потоки разнообразной информации вокруг дела Тимура Иванова и его последствий. Да, вот все эти так называемые Z-паблики, Z-патриоты, они там лютуют, требуют не выпускать ни в коем случае Иванова под залог. Но почему они молчали столько лет? Ведь они все это видели, да? Знаете, такое впечатление, что как по команде ФАС работают. Ну, не совсем так. Они не молчали, потому что, как я и сказал вначале, собственно говоря, Пригожин в течение трех или шести, даже четырех месяцев в совершенно откровенной форме это все говорил публично и кричал громким голосом, пытался, как он сам считал, достучаться до Путина. Но на тот момент это не имело никакого действия. И все эти Z-паблики тогда уже, собственно говоря, многое из того, что происходит, проговаривали. Из того, что происходит в этой сфере освоения захваченных территорий. Ну, и не только территорий, но и самого военного ведомства, как оно обеспечивает армию и так далее. Так что здесь нельзя сказать, что они молчали. Нет, они громко кричали. Теперь, наверное, возможно, на их улице праздник в этом смысле слова. Я имею в виду эти Z-круги. Но я хочу подчеркнуть, что этот праздник будет недолго. Потому что никто не сомневается в том, что, несмотря на арест Иванова, вся сама по себе система, она так работает и будет работать дальше. То есть, знаете, в свое время Игорь Сечин арестовал министра экономики. И потом все спрашивали, а каким же образом дальше будет все функционировать? Ну, хорошо, в течение долгого времени госкорпорация передавала премиальные деньги государственным сотрудникам министерства экономики. Но это же никуда не денется дальше. Ну, хорошо, этого посадили и будет следующее. И вот в этом важная черта этой ситуации. Потому что тот, кто придет на место Иванова и будет заниматься военным строительством, привлечением субподрядчиков и так далее, он в этой системе в любом случае должен будет продолжать всю эту схему реализовывать. По отъему денег из бюджета и перевода этих денег через криптобиржи куда-то в Дубай. Еще одну громкую публикацию этой недели хотели с вами обсудить. Издание «Новая газета Европа» утверждает, что еще в 2019 году Рамзану Кадырову поставили диагноз «Некроз поджелудочной железы». И глава Чечни минимум два раза в год ложится на лечение в ЦКБ, управделами президента. В 2023 году его состояние было особенно тяжелым, его даже вводили в медикаментозную кому. И в Кремле, по данным издания, уже начали искать ему замену. И там утверждают, что это может быть командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Как вы прокомментируете вот такую публикацию? Воспринимаю ее слегка критически, поскольку сообщения о болезни и даже и возможной смерти не только Кадырова, но и Владимира Путина систематически проносятся. Но видно, конечно, что Кадыров физически имеет какую-то предрасположенность, очевидно, к каким-то хроническим заболеваниям. Но, с моей точки зрения, ничего под этими новостями реального нет. Кремль ни при каких обстоятельствах не будет планировать никакой замены, а будет спокойно ждать ухода из жизни того или иного руководителя. Тут сама схема, мне кажется, совершенно абсурдная в такого рода подаче информации. Представим себе, что болеет мэр Москвы Сергей Собянин. Кремль не будет при его жизни, даже если он болеет, заниматься планированием того, кто будет на его месте. У Кремля большой перечень людей, которые могут встать на это место. Внутри чеченской системы власти тоже совершенно очевидно, кто может быть преемником Кадырова в случае его ухода из жизни. И ничего в этом чрезвычайного или как бы особенного нет. То есть там не может быть никакого раскола на почве того, что придет кто-то из семейства Делимхановых или из семейства Геремеевых. Или это будет тот командир, о котором говорили. Но это все, мне кажется, беспочвенно. В России, тем не менее, сейчас продолжаются одинокие, но все же протесты. И вот инакомыслящих наказывают. Так первый окружной суд военный переговорил к 3,5 годам колонии 17-летнюю школьницу Любу Лизунову. Ищиты ее обвиняют в призывах к террористической, к экстремистской деятельности. А все, что она сделала, это всего лишь разместила в телеграмме антивоенные посты. Нарисовала на гараже граффити с надписью «Смерть режиму». И вот при этом вообще прокурор просила для нее 5 лет. Странно, что, конечно, даже не больше. Как вы прокомментируете вот такой вердикт суда по отношению к подростку? Ужасные новости, безусловно. И они, конечно, в первую очередь говорят об атмосфере в российских регионах, где власти принимают в том числе и такие чудовищные меры, видя общую атмосферу, идущую сверху из Кремля. Это, конечно, очевидно, что имеется, так сказать, общее такое кремлевское указание расширять и усиливать борьбу и там, в кавычках, и с предателями, и изменниками, и просто с теми, кто выступает против войны в любой форме, и так далее, и так далее. То есть здесь это бескомпромиссная политика сверху. Но я бы обратил внимание на следующее, что я думаю, что должны видеть хорошо люди в России, что вот, допустим, бьюти-блогер Ивлеева, которая, значит, только что была, на нее был составлен протокол о дискредитации вооруженных сил, то есть это как раз тот самый пункт, по которому людям дают эту тюрьму, она получила 50 тысяч рублей штрафа. И мы, конечно, все ей сочувствуем, но при этом мы все прекрасно понимаем, какая огромная разница пролегает между верхушкой, в том числе и верхушкой московской элитной среды, и обычным населением, и обычными гражданами в регионах в отношении наказаний за высказывание о войне. Это, конечно, ну просто, так сказать, шокирует и выглядит кричаще. Потому что не только эта 17-летняя школьница, но уже и до этого был целый ряд дел и эпизодов, где, собственно, людям, ну знаменитое дело Саши Скочеленко, которая сидит уже, как бы, арт-активистке, которая просто заменила вывески ценники в магазинах на магазинной полке и за это получила реальный уголовный срок. Так что здесь можно так сказать, что вот 17-летнюю девочку сажают за высказывание против войны, а в это время действительно высокопоставленные сотрудники Министерства обороны разворовывают военную казну, и одновременно в Москве, значит, можно продолжать какую-то фронту, которая, значит, будет очень легко наказываться или не наказываться вообще. Да, и сейчас устроили такую травлю Бардам Никитиным за то, что они вот принимают участие в антивоенном фестивале в Черногории и просто их затравили. И при этом смотрят фильмы, да, где звучат их песни, слушают. Да, да, есть это такое сильное противоречие. Может быть, я бы сказал тоже, глядя на это, то, может быть, в этом есть и какой-то хороший знак. Я имею в виду не в том, что хороший знак – это травля Никитиных, а хороший знак заключен в некотором дальнейшей такой кризисности общественных настроений. То есть сами эти конфликты, и даже сейчас конфликты не только вот вокруг Никитиных, но и вокруг фильма «Мария Певчих», независимо от того, что там внутри, они показывают такой хаос в общественном настроении, раскол какой-то, растерянность в значительной степени, неспособность к тому, чтобы выработать какую-то там последовательную интерпретацию. Это говорит о том, что все-таки и российское, разные слои российского общества, не все, конечно, далеко, но те, кто вообще следит за событиями, они находятся сейчас в некотором таком коллапсе сознания. Вот еще одна новость дня вчерашнего. Вообще после мартовских так называемых выборов многие и СМИ мировые, и политики перестали называть Путина президентом, просто диктатором, просто по фамилии. И вот вчера Европарламент принял резолюцию не признавать выборы, и, соответственно, Путина легитимным. И вот отношения с путинской Россией требуют ограничить только вопросами, которые гуманитарными вопросами, которые необходимы для региональной безопасности. Ну, в общем, как вам такое решение Европарламента? Как-то, не знаю, по самолюбию, что ли, Путина ударит? Мне кажется, решение Европарламента, и за несколько дней до этого решение Парламентской Ассамблеи и Совета Европы, это важные вещи, если они находятся в одной смысловой линии с будущим событием. Это будущее событие, это решение Международного уголовного суда или подобного ему трибунала. Мы помним, что имелись высказывания о том, что к концу этого года Международный трибунал по агрессии и по путинизму заработает. И мне кажется, это достаточно будет важная вещь. Почему? Потому что это важно сейчас, что парламентарии Европы проголосовали за то, что Путин является узурпатором, и это диктатура, как там сказано, и что такого рода выборы, которые Путин проводит, они не создают никакой легитимизации его власти, независимо от тех процентов, которые мы видим. Это важное, безусловно, и символическое решение. Но более важное решение заключалось бы в том, чтобы суд выделил, как бы, среди большой группы, находящихся под персональными санкциями делителей, выделил группу небольшую, ну, так сказать, пусть это будет 10, 12 или 20 человек, включая Путина, которые с точки зрения этого суда несут прямую ответственность за разрушение глобальной безопасности, за агрессию, за преступления против человечности и так далее. После чего вопрос будет стоять не только о том, чтобы с этими людьми не поддерживались контакты, кроме гуманитарных и военных, а чтобы эти люди действительно находились как бы в розыске, попросту говоря. Таким образом, никакие компании, никаких стран мира, никакие не только государственные, но и негосударственные деятели не могли бы вступать с ними в коммуникации. Вот это был бы хороший и важный шаг в продолжение вчерашнего решения голосования Европарламента. А вот, по вашему мнению, в этой группе, кроме Путина, кто обязательно должен быть? Мы примерно понимаем, что в этой группе должны оказаться реальные лидеры партии войны, так называемые, на самом верху. То есть те, кто активно участвует, не просто является частью системы, понятно, что в Российской Федерации все являются частью системы, включая, так сказать, даже и министр образования, поскольку министр образования, как мы видим, активно участвует в освоении захваченных территорий. Но, тем не менее, есть эти 12 человек, в которые входят, конечно, скажем, оба брата Ковальчука, Ковальчуки. Несомненно, руководство Ростеха. Несомненно, Сергей Кириенко, который взял на себя миссию политически руководить освоением захваченных территорий. И, несомненно, ряд военных руководителей. То есть, я не берусь сейчас сам называть весь этот список, но я хочу сказать, что совокупные силы международного расследования вполне в состоянии квалифицированным выделить такой список людей, которые должны оказаться на скамье подсудимых, пусть даже заочно. А вы знаете, вот относительно Кириенко, я почему тоже о нем подумала, вспомнила было видео такой растерзанной, разбитой Авдеевки, где вообще нет ни одного целого дома. И как он туда приехал и заявляет на камеру, что вот первое, что тут люди меня попросили, что хотят они избирательные участки, так хотят проголосовать за Путина. Ну да, еще попросили хлеба и бензина, потому что нечем согреться. Да-да, совершенно я с этим согласен. Я считаю, что Сергей Кириенко совершенно добровольно взял на себя эту радостную, в кавычках, радостную миссию, которую он все время изображает, так сказать, с бесконечной улыбкой на лице, заниматься по существу мародерством на оккупированных. Мы прекрасно понимаем, что все это освоение оккупированных территорий, это и сейчас, и дальше ходом истории, будет квалифицироваться только, исключительно, как политическое и буквально хозяйственное мародерство. Потому что Кириенко, несомненно, один из тех людей, их к этому же кругу сейчас принадлежит, Андрей Турчак, который тоже активно действует на этих территориях, они являются политическими руководителями просто растаскивания всего, за два года, всего, что было на этих украинских территориях. И активов, и даже мы читали, как бы и музеев, как бы музейных коллекций, которые были на этой территории. Где все это? Это все стало, так сказать, ну, как бы, собственно говоря, трофеями этих мародеров. Ну, так что, конечно, они должны быть на скамье подсудимых. И вот в этом смысле слова я хочу подчеркнуть. Голосование Европарламента, оно, мы часто думаем, что, ну, это просто резолюция, не более чем. Нет, такие вещи меняют восприятие политических кругов разных стран и продвигают ситуацию к международному трибуналу. Александр, спасибо огромное. Спасибо за эту интересную и содержательную беседу. Всегда рады видеть вас в наших эфирах. А зрителям напомню, Александр Морозов, российский политолог, был в эфире «Фридема». Благодарю. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридем», чтобы не пропускать главного.